Всем привет! Прошлый выпуск пробил рекорд. У нас более полутора тысяч просмотров. Это очень приятно, дорогие зрители. Ваше внимание лучше любых благодарностей. Рады стараться и творить для вас этот необычный контент. Сегодня продолжаем жарить. Будет много разнообразного. Техники обхода средств защиты, эксплойты в винде, малварь с абьюзом, вот тут надо шуточку про абьюз обязательно какую-нибудь вставить. Технологии БПФ в линуксе и даже внезапно чат GPT. В общем, смотрите, слушайте, сейчас все будет. С вами Алексей Вишняков, все про актуальные маловари и, короче, погнали! Инфостиллер Agent Tesla в Zipac архивах. 20 ноября вирусные аналитики из немецкой инфосек компании G-Data обнаружили вредоносный архив в формате Zipac. Zipac — это аппенсорсный формат сжатия данных. Считается, что он работает быстрее и обеспечивает лучшее сжатие, чем широко известные аналоги Zip, RAR или 7Z. Однако стоит отметить, что такой формат файлов не поддерживается большинством архиваторов. Например, стандартным просмотрщиком Zip-архивов операционной системы Windows, программами WinRAR или 7Zip открыть Zipac-архив не выйдет. Наиболее популярная программа с графическим интерфейсом, которая подхватывает такие нетипичные архивы — PZip. Судя по всему, на таких пользователей заумышленники и делали расчет. Добавлю, что в самом архиве содержится загрузчик популярного инфостилера Agent Tesla. Забавно то, что в сжатом состоянии бинарь занимает около 6 килобайт места, а в распакованном аж 950 мегабайт. И дело вовсе не в том, что программный код для загрузки целевого трояна такой сложный. Вирусописатели просто добавили множество нулевых байтов в конец исполняемого файла. Эта часть, кстати, называется оверлей. Ах, еще чуть-чуть, и мы начнем формат исполняемого файла разбирать его в роликах. Наконец-то контент пойдет клевый. Вау, кайф. Так можно делать. От этого его функциональность не пострадает. Зато такие длинные последовательности нулей прекрасно сжимаются алгоритмами компрессии. Отсюда и кратное отличие в запакованной и распакованной версиях загрузчика. В итоге имеем два испытания для средств анализа класса песочница. Во-первых, редко используемый формат файлов Zipac может стать проблемой для встроенного разрахиватора в анализаторе. В таком случае песочница может не справиться с распаковкой и так и не добраться до анализа загрузчика. Во-вторых, результат распаковки — файл очень большого размера. У песочниц есть лимиты файлов, которые поддаются обработке. А значит, файл размера порядка гигабайта может быть сочтен за исключение и пропущен. А ваша песочница справилась бы с такой атакой? Обход SmartScreen с помощью эксплойта в интернет-ссылках. 18 ноября вышел небольшой райтап про уязвимость CVE-2023-360-25, которая представляет собой технику обхода функции SmartScreen в операционной системе Windows. SmartScreen — это такая встроенная защита от фишинговых и вредоносных сайтов и приложений. Например, в случае запуска недоверенного приложения пользователю показывается окно с предупреждением, что программа может быть опасна, и он может продолжить ее выполнение на свой страх и риск. Эксплойт для обхода защиты достаточно простой. Он представляет собой файл в формате URL. Это интернет-ссылка. Злоумышленник может указать свой интернет-ресурс в разделе URL, который содержит следующую стадию атаки. На скриншоте пример из реальной атаки. В ней атакующие применяют схему файл и указывают полезную нагрузку в формате VHD. Это приведет к тому, что у пользователя будет открыт общедоступный ресурс прямо в проводнике Windows, а файл VHD автоматически примонтируется как образ диска. Таким образом, двойной клик пользователя по файлу эксплойту визуально обернется, ну так, скажем, в эффект открытия содержимого папки, в которой лежит нужный ему файл. И никакого предупреждения от средства SmartScreen не поступит. К слову, хакер может указать свой ресурс и в разделе I can file. В таком случае будет проведена атака на netNTLM V2 аутентификацию. Мы с вами подробно ее разбирали в прошлом видео, поэтому здесь на этом останавливаться не будем. Вы опоздали. Наиболее вероятный вектор доставки интернет-всылки с эксплойтом пользователю — фишинговая рассылка. Вложения в формате URL — не самый типичный случай. Если у вас в организации они широко не используются, лучше сразу их блокировать на почтовом шлюзе. Статический анализ, например, те же Яра правила, запросто поможет обнаруживать атаку средствами EDR на конечных точках. Например, в тот момент, когда пользователь откроет вложение в почте или скачает интернет-ссылку в браузере. А вот умеет ли ваша песочница проводить поведенческий анализ интернет-ссылок и правильно обрабатывать полезную нагрузку? Молварь на Rust закрепляется в системе, подставляя чужой процесс. 23 ноября эксперты компании Checkpoint рассматривали очередную атаку группировки Mallierats из Ближнего Востока, а именно — эволюцию кортплатформенного бэкдора сисджокер. Новая версия бэкдора переписана на набирающей популярность язык программирования Rust. Но не это вызвало наш особый интерес. Для закрепления в системе сисджокер выполняет следующую команду на пуршелл. Ну тут типа там картинка будет, люди типа ее увидят. Казалось бы, ну что такого? Опять набивший оскомину путь в реестре Current Version Run, который всем исследователям ВПО снится по ночам. Но обратите внимание, как это выполняется. Молварь использует метод SetStringValue провайдера RecProv из пространства имен WMI. Зачем так сложно? Дело в том, что такая команда выполнится от имени процесса WMI PRVSE, а не вредоносного процесса. Произойдет так называемый разрыв цепочки процессов, и правильно собрать совокупность выполненных действий на системе становится сложнее. А теперь давайте расскажу об одном из вариантов аккуратного отслеживания всяких там разрывов цепочки для ваших песочниц или средств VDR. В операционной системе Windows есть подсистема логирования событий, которая называется ETW Event Tracing for Windows. В ней есть так называемые runtime провайдеры событий, на которые можно подписаться из приложения и получать события напрямую, а не через журнал операционной системы. Одним из таких провайдеров является Microsoft Windows RPC. Этот провайдер поставляет события RPC Client Call Start и Stop для клиента и аналогичные RPC Server Call Start и Stop для сервера в межпроцессном взаимодействии. В событиях содержатся поля Interface ID, ProcNum, это, кстати, номер вызываемой процедуры, Endpoint и Activity ID, по которым можно коррелировать инициативы со стороны клиента и ответные действия со стороны сервера. Например, если клиент с помощью метода какого-либо ком-интерфейса захочет запустить под процесс в контексте ком-сервера, события запуска нового процесса удастся связать с событиями межпроцессного взаимодействия и разобраться, кто на самом деле стал инициатором запуска процесса. Коррелируйте правильно, друзья! А ребятам из любимого отдела More Detection – респект за трушные технологии. Это пока не раскрыта тема, я дальше еще раз к ним обращусь и там я тему дораскрою. Тут кто понял, тот понял. Цепочка запуска произвольного кода от группировки ROM.com. Вот сейчас трешок начнется прям хороший. Летом 2023 года компания Microsoft закрыла ZRD-уязвимость CVE-2023-368-84. Это уязвимость удаленного выполнения кода в подсистеме поиска операционной системы Windows, которой пользовались группировкой ROM.com в атаках на организации участников саммита НАТО. И вот в середине ноября исследователи из подразделения Unit 42 компании Palalto рассмотрели эту атаку подробнее и рассказали еще об одном эксплоите, который позволяет обходить систему защиты модов – Mark of the Web. Но давайте по порядку. Вся цепочка атаки состоит из десятка ступеней. Не имеет смысла ее всю пересказывать в видеоролике. Она и при чтении первоисточника выглядит немножко запутана. Давайте вместо этого я лучше помогу сфокусировать ваше внимание на ключевых вещах и помочь понять при прочтении. Итак, для начала, где же то место, в котором происходит эксплуатация первоначально обнаруженной CVE-2023-368-84 и начинается запуск произвольного кода? Это запуск HTML-страницы 4.1.htm из zip-архива. Файл 001 zip в скрипте redirobject.htm. Да блин, ну как вообще рассказать, не упоминая названия файлов, которые еще друг на друга так похожи об атаке, чтобы всем все понятно стало. И попробовали, не запутайся. Дальше матрешка. Открывается Microsoft Compiled HTML-help файл 4.2.shm, который запустит mhtml-веб-архив файл файл 1.mht, который откроет файл h, а он мht другой, который в конечном счете ссылается на интернет-ссылку x001 url, которая в свою очередь запустит Visual Basic Script. Но ключевой момент уже случился в самом начале цепи. Впервые с момента запуска MS Word документа произошла отсылка к локально существующему объекту на компьютере из браузера, а не к сетевому ресурсу вовне. При этом атакующие пользуются ActiveX элементом веб-браузер. Использование компонента ActiveX позволяет в конечном счете выполнить Visual Basic код из браузера. При этом обращение к существующему файлу 4.1.htm по локальному пути становится возможным, потому что заранее известен временный путь, куда распаковывается содержимое zip-архива при использовании компонента Windows Search. Вот и получается, что благодаря предсказуемому пути распаковки файлов из zip-архива при задействовании Windows поиска удается обратиться к скрипту следующей стадии не как к внешнему объекту в интернете, а как к локально существующему на ПК, используя устаревшие механизмы запуска кода вне контекста безопасности браузера. Но почему удается привилегированно запустить скрипты, которые первоначально загружены откуда попало? На этот вопрос как раз помогает ответить нюанс про вторую уязвимость. Итак, чтобы в конечном счете успешно выполнить произвольный код, требуется, чтобы страница с инициирующим цепочку скриптом находилась в зоне безопасности 0. Однако файлом, который загружен из интернета, выставляется зона безопасности 3. Это, к слову, специальный атрибут в альтернативном потоке данных, который называется zone identifier. Ещё её называют меткой MOTV, Mark of the Web. Это я типа упрощённо статью рассказываю. А в статье-то это типа не упрощённо же написано. То есть там вообще без бутылки не разберёшься получается. А мы их читать отправляем ещё в бедологи. Хакеры сумели сделать так, чтобы ключевой загружаемый на систему скрипт в процессе атаки оставался без этой метки. В этом заключается эксплуатация уязвимости CVE-2023-365-84. Кто не заметил, это другой номер. На самом деле, если быть точнее, эксплойт, описанный специалистами Palalto, решает не одну проблему. Обеспечивает состояние гонки, при котором метка не успевает выставиться. Обеспечивает состояние другой гонки, при котором временные файлы, создаваемые средством поиска Windows при распаковке zip-архива, не удаляются. А также обходит ограничение, при котором файлы в формате CHM не извлекаются из архива. Слушайте, а поделитесь сразу, пожалуйста, в комментарии, вот насколько такая попытка объяснить общими словами сложные цепочки эксплуатации вам была полезна. И насколько это помогло разобраться со статьей в оригинале. Всё же не очень простой материал разобрали. Что касается обнаружения, тут, увы, всё просто. Easy. Совершенно неприличный запуск w-script.exe интерпретатора Visual Basic скрипта после открытия офисного документа легко обнаруживается в поведении, а наличие ссылки на внешнюю сущность в упомянутом офисном документе в статике. Backdoor с эксплойтом повышения привилегий в eBPF. Теперь кое-что из разряда редкое внезапное. 14 ноября аналитики из команды Black Lotus Labs рассказали об уникальной находке в краянии-элеватор, который для повышения привилегий в системе использует уязвимость в технологии eBPF. Исходя из публичной информации, это первая молварь в мире Linux, которая заточена на пробив системы безопасности Enhanced Berkeley Packet Filter. Технология eBPF с точки зрения нашего с вами интереса и вашего тоже позволяет решать задачи мониторинга за поведением системы и реагирование на запрещенные действия. Достигается это за счет специальных одноименных программ, которые компилируются в байт-код, передаются пользователям и интерпретируются виртуальной машиной eBPF в ядре. Возможности eBPF-программ сильно ограничены. Перед их исполнением проводится проверка на предмет безопасности таких программ. За проверку отвечает компонент, который называется eBPF Verifier. Так вот, как и любая программа, eBPF Verifier не идеален. Ошибки, баги в этом проверяльщике, дорого обходятся, так как позволяют манипулировать данными в ядре и, в худшем случае, выполнять произвольный код. К слову, такие ошибки регулярно обнаруживаются и по сей день. Изучая Backdoor Elevator, исследователи предположили, что заумышленники эксплуатируют уязвимость CVE-2018-18445. Ошибка приводит к доступу к памяти за границами допустимого. Мои дорогие коллеги из отдела обнаружения вредоносного ПО экспертного центра безопасности Positive Technologies разобрали молвать подробнее, чтобы подтвердить или опровергнуть предположения. Вот вкратце то, что еще удалось раздобыть. Считайте заранее спойлер более полного исследования, который коллеги, надеюсь, опубликуют. Одна из EBPF-программ, зашитых в трояне, позволяет выполнять утечку указателя на стэк из ядерного пространства. Программа полностью совпадает с Proof-of-Concept кодом на известном агрегаторе информации о уязвимостях Vulners. Это не часть упомянутой уязвимости авторами статьи, а другая, но очень близкая по датам. Другая EBPF-программа проверяет факт загрузки эксплойта и что он работает в системе. Этот фрагмент кода очень похож на описание бага в проекте команды Google Project Zero, которая как раз уязвимостичит. Все должно быть понятно. Вам же все понятно? Все понятно. Вот идем дальше. Тут картинку покажем, да? Ну да. Да и без картинки все понятно. Типичная вещь. Описание выступает референс с ссылкой на объявленную авторами уязвимость 2018 года, а еще сопровождающее описание бага совпадает со смысловым описанием уязвимостей в популярных базах данных о них. Помимо рассмотренных, найдены еще EBPF-программы. Для получения адреса стека. Логика кода близка с программой по утечке ядерного указателя, упомянутой выше. Для чтения ядерной памяти. Собственно, суть рассматриваемой уязвимости CVE-2018-18445 для записи в ядерную память. Пока ситуация выглядит так, что элеватор использует не только уязвимость чтения памяти за пределами буфера для повышения привилегий. В общем, крайне интересная и необычная маловарь нам с вами сегодня попалась. Добавлю, что коллеги здорово разобрались с байт-кодом и BPF-программ и научились их дезацимулировать в приятный, ну, относительно приятный человечный вид. Вот так это выглядит в декомпиляторе без обработки. А так после дезацимулирования байт-кода. Согласитесь, так сразу все понятно стало. Ни черта не понятно ни на первый, ни на второй. А вообще очередной каламбур про то, как средство, казалось бы, предотвращение атак, становится средством их проведения. Вот такой не всеобщепанноценный этот и BPF. Чат GPT и вирусный анализ. Ну и напоследок немного философия. Специалисты из компании CheckPoint поделились своими экспериментами с нашумевшей нейросеткой чат GPT. В статье исследователи попытались превратить модель в вирусного аналитика и наблюдали за ее успехами, как удается отличить легитимное ПВО от вредоносного. Пристальное внимание коллеги уделили изучению факторов, которые влияют на качество предсказаний модели. Постепенное ускользание информации из окна памяти модели, на основе которого делается анализ. Отсутствие багажа знаний в виде контекста экспертизы в вопросе, поданного на анализ. Предел в глубине выстраивания логических цепочек. Следование цели без учета зависимости реалий от ресурсов и не только. Авторы очень подробно описали свои шаги в оценку реакции нейросети. Им удалось митигировать ошибки и описать рекомендации, как же правильнее ставить задачу для чат GPT, чтобы ее ответ был ближе к ожидаемому. Здесь бы хотелось процитировать шутку из развлекательной ленты в соцсети. Художники, можете не переживать, что искусственный интеллект отберет у нас работу. Ведь для этого заказчик должен четко сформулировать запрос и составить ТЗ. Мы все в безопасности. В принципе, этим анекдотом все и сказано. Не унывайте, пацаны и девчата. Роботам до вирусного аналитика еще далеко. Готово! Кажется, наша рубрика набирает обороты в концентрации технического материала на единицу времени. Надеюсь, к эпилогу вы не теряете аппетит, продолжаете улыбаться и чувствуете себя еще свежее, чем были в начале. Приходите еще! И да! Пишите, про что хотите послушать в выпусках в комментариях. Разок так делали. Было прикольно сделать кусочек материала под заказ. Увидимся через две недели. Всем пока! Не смею. Ура! Спасибо! Начали! Были листья. Как будто бы в тропиках. И были пальмы. А где? В этой студии были пальмы? Вот здесь были пальмы вокруг. А мы снимаем пальмы нет. Вопрос. Когда мы будем выезжать туда, где пальмы есть? Где пальмы? Это же заразно. Я не могу откинуться. Я буду сидеть вот так. Тут еще с битой не хватает какого-нибудь данжен мастера, который типа давай рассказывай. Ошейники, да, побольше ошейников. Не хватается вот этого еще. Вот кажется уже начинает идти вот это вот нагнетание технического контента к середине ролика. Наверное. Я думал, я там что-то еще хочу сказать. А я не хочу. Хорошо. Жесткий БДСМ в ошейниках, да. Что-нибудь такое творческое оригинальное, знаешь? Прямо чтобы вот горячо, любимые коллеги. Типа да, типа возможности. И что? И все.